Здравствуйте, меня зовут Лиза Плавинская, и я вам расскажу несколько лекций под названием «Великий русский авангард запросто». Почему «Великий русский авангард»? Потому что если в каком бы конце света, где есть музеи современного искусства и старого искусства, мы бы не сказали «Рашин», на самом деле ассоциируется это будет только с нашим русским авангардом, то есть другого русского искусства в мире не знают, знают только наш авангард, и называют его не иначе, как «Великим». А почему запросто? Потому что теория авангарда на самом деле вещь очень сложная, про нее написаны толстенные книги, которые практически невозможно прочесть, потому что это невероятно скучно, но на самом деле идея авангарда была как раз в том, чтобы искусство стало простым и веселым. И, соответственно, даже когда авангард где-то там в середине своего существования пришел к очень таким серьезным научным исследованиям, все равно это всегда оставалось очень человеческим языком рассказано, и все, что стало сложное по поводу авангарда, оно стало сложное потом, когда авангард уже открывали заново. Поэтому вот так у нас и получится «Великий русский авангард» запросто. И то, с чего обязательно надо начать, это как раз с того, что, собственно, такое авангард. Потому что, хотя «Великий авангард» – он именно русский, но парадокс состоит в том, что именно в России авангард знают хуже всего. И, наверное, вот этот вот курс – это прям самое то, что надо сейчас, потому что в нашу эпоху там улетания в космос, не знаю, привыкания к карантинам и всякое прочее, хорошо бы, конечно, разобраться, есть время разобраться с тем, что мы имеем. И сейчас назову одну картину, по которой все сразу поймут, о чем идет речь. «Черный квадрат Малевича». Его можно даже не видеть, но о нем слышали абсолютно точно все. Я знаю, общалась с народом, за Уралом, в поездах, в самолетах, где угодно. Если говоришь, что это связано с искусством, тебе сразу говорят, а в чем смысл «Черного квадрата Малевича»? И это совершенно великолепно. Почему? Потому что, с одной стороны, это совершенно простой черный квадратик, который нарисован на абсолютно простом белом квадратике. Но эта штуковина, эта картина, выглядит это как картина и висит, собственно, на стенке как картина. Она у нас является символом русского авангарда, во-первых, всего нового в искусстве, во-вторых, абсолютно новой жизни человечества на Земле, в-третьих, и хотя он был сделан уже чуть больше ста лет назад, все равно ничего новее, моднее, сложнее и технологичнее, чем просто нарисовать черный квадратик на белом квадратике, человечество не придумало. И все, кто хоть как-то связаны с картинами, инсталляциями, современным искусством, старым искусством, все на этом сходятся. Но что меня больше всего восхищает в этой истории, что даже люди, которые не погружены глубоко в искусство, вот первый вопрос, который они задают, не что нарисовано, потому что, ну, понятно, что черный квадрат, его как бы видно сразу. И считается, что нет никаких вопросов, что мы это можем... Это несложно, потому что, например, когда мы рассматриваем картину Босха или Леонарда, там можно что-то не заметить, там может быть что-то сложное. Или там смотрим на картину Репина «Бурлаки на Волге». Может быть, мы можем что-то не понять. У нас даже вот закрадывается такое ощущение, что вот «Бурлаки, вот они тащат эту барку по этой Волге». Что это значит? Но когда мы смотрим на черный квадрат, нам вроде бы все понятно. Но вот что меня совершенно восхищает, что обязательно возникает этот вопрос. А что это значит? И сам ответ на этот вопрос является доказательством того, что человек, который взялся говорить про черный квадрат, он вообще вот не какой-то голубь там с соседнего дерева, а он вот человек, знающий, причем сразу как бы во всем. Но на самом деле, конечно, я сейчас не буду пересказывать весь смысл черного квадрата и всю его историю. Это было бы слишком просто. Мы оставим это как такой вот, не знаю, таинственный ларец, который мы должны найти на каком-то дубе. Но скажем пока что просто. Как однажды мне пришлось ответить человеку в поезде такому очень страшному, искрюченному. Он мне сказал, ты чем занимаешься? Я говорю, искусством. Он говорит, а что такое черный квадрат? Я говорю, это символ революции. Он говорит, как интересно. Он говорит, а что такое революция? Спросил этот человек следующим вопросом. И мне пришлось набречь просто все свои знания по истории, все, что мы проходили в школе, все, что нас вдалбливали в Московском университете поздних советских времен. Он говорит, ну ты понимаешь, революция – это смена формации, надстройка, куда-то базис. В общем, я вспомнила все коммунистические определения. И, как ни странно, абсолютно восхитила своего слушателя. Потому что, как я потом для себя поняла, на самом деле человеку интересно и приятно понять, вот вся жизнь целиком вот так вот. Она вообще как устроена? Ну, что бы без сложных слов заодно, хорошо. Вот. И теперь, значит, черный квадрат – это у нас символ революции. Но как мы к такому символу пришли? При том, что мы-то все вот как раз в России, мы все хорошо знаем, что символ революции, на самом деле, это красный прямоугольник, да, это красный знамя коммунистическое. Но символ интеллектуальной эволюции, художественной эволюции – это черный квадрат. И, конечно, просто так черный квадрат, ну, не сразу. То есть, если бы во времена Леонардо, очень давно, полтысячи лет назад, и в Италии, кто-нибудь нарисовал бы черный квадрат, никто бы этого не заметил. Если бы во времена Ильи Айпина, который вот нарисовал нам Бурлаков на Волге, кто-нибудь нарисовал бы черный квадрат, а Илья Айпин жил тогда же, когда там Достоевский, Толстой, если бы тогда кто-нибудь нарисовал черный квадрат, этого тоже никто бы не заметил. Вот удивительное свойство языков авангарда и языков современного искусства состоит в том, что если они даже и кажутся какими-то закрытыми и незнакомыми, на самом деле это язык общества. То есть черный квадрат был нарисован прямо перед Первой мировой войной. Соответственно, у нас, получается, лет 30, спустя после Бурлаков на Волге, Достоевского и Толстого. Представляете, значит, 30 лет, что это такое? Это одно поколение. Всего лишь одно поколение спустя после Анны Карениной и братьев Карамазовых общество оказалось в состоянии понять, что черный квадратик на белом квадратике это какая-то невероятная, восхитительная трагедия, которая потрясает и восхищает всех, кто перед ней оказался. Вот что произошло за эти 30 лет между преступлением и наказанием черным квадратом, наверное, нам придется рассмотреть в самом начале нашего разговора, чтобы просто как-то тоже в это войти и погрузиться. Потому что, строго говоря, хотя мы все очень любим и уважаем черный квадрат, на самом деле нас от него отделяет больше, чем 100 лет. И если по ассоциации с Толстым и Достоевским посмотреть, какая у нас литература сейчас и какие у нас сейчас знаменитые произведения искусства, то, знаете, фокус состоит в том, что если сейчас нарисовать черный квадрат, его тоже почти что не заметят. Потому что скажут, а, черный квадрат? Да ладно, Инна Малевич, это мы знаем. И вот это узнавание, оно закрывает стену восприятия точно так же, как неузнавание, которое было до того, как черный квадрат еще никогда не появился. Так вот, нам надо, значит, пробраться сквозь все эти стены и каким-то образом понять, как дошло до того, что самым большим удивлением художественного мира стал черный квадрат. История начнется, наверное, наша история начнется, сейчас подумаем, с чего. Я думаю, что она начнется как раз с Эйпина, которая у нас уже сейчас присутствовала в разговоре. И как это вообще, понимаете, вот тоже слово авангард. На самом деле это военный термин. То есть это какие-то части, которые находятся впереди основных частей, и что-то там, они не разведка, они не только наблюдают, они действуют. И это слово, прижившееся в искусстве, оно, собственно, обозначает то же самое. Авангардисты – это те, кто действуют. И причем действуют так, опять же, что с ними все соглашаются. Они действуют просто ко всеобщему восторгу обществу. Вот общество их принимает, делает им заказы, так в истории авангарда и было. В какой-то момент авангард был прям большим государственным искусством. Но особенность авангарда состоит в том, что вы авангардисты, потому что искусство, оно вообще нормальная часть государства. Любого современного государства, старого государства, очень старого государства. Даже тех времен, когда государства не было, искусство все равно было. Искусство – это нормальная часть человеческой жизни. Но поскольку оно, значит, когда у нас уже у человечества есть государство, то государство за всеми частями человеческой жизни следит, и в том числе за искусством, и организует образование художественное, чтобы, значит, там художники, актеры, музыканты, ну, не знаю, все, кто входит в искусство, чтобы они были достаточно хороши, чтобы работать вот на это наше государство. Потому что, по идее, государство любит нас, мы любим государство, и вот мы все вместе должны делать какое-то искусство. Но надо ли говорить, что так не работает? Ну, то есть обычно оно работает, но поскольку в искусстве есть все-таки эволюция, и в человечестве есть эволюция, то вот по-хорошему, по-нормальному, вот как мы сейчас описали, вообще не работает. И поэтому регулярно, не только в начале 20 века, когда у нас был русский авангард, он зародился в конце 19-го, но и в предыдущей эпохе, если заглянуть, регулярно появляются какие-то наглецы. Люди очень талантливые, немножко напуганные, и, в принципе, такие смелые троечники. Их карьера, как правило, начинается с того, что они не в состоянии пройти государственное образование. То есть они говорят, мы видим, мы знаем, мы сделаем человечество счастливым. Это очень странное свойство художников и людей, связанных с искусством, и свойство, связанное, по всей вероятности, именно с тем, что искусство является прирожденной способностью и потребностью человечества. Люди, ответственные за искусство, почему-то, даже если они не прошли никакого государственного образования, это их просто такая вот природная особенность, они чувствуют себя ответственными за страну, за мир, за людей вокруг. Государство, вещь нормативная, считает, что да, художники, вы можете быть ответственными, вы можете быть полезными, но мы должны вам выдать сертификат, вы должны быть обучены, там, например, полтысячи лет назад в эпоху Ренессанса художника обучали примерно 10-15 лет, как сейчас врача. То есть вы должны быть обучены, вы должны прочесть все, не только научиться рисовать, но выучить вообще всю идеологию, и тогда вы нам очень хорошо сможете помочь вот всем вместе так вот что-то сделать. Но талантливые художники, которые потом вот оказались, теперь я думаю, что постепенно, на самом деле, по прогнозам русских ученых, термин «авангард», он будет распространяться из 20 века во все остальные века. То есть каждый раз, когда у нас появляется такая... Это в основном молодежь, то есть хотя на самом деле возраст художников, которые оказывают вот авангардистами, он может быть от 14 до, не знаю, 50 условно лет, но это все равно молодежь, потому что это те, кто вступают в искусство заново. И они говорят, мы знаем, как надо. И начинают делать, не дожидаясь разрешений, каких-то там сертификаций, лицензий. Как правило, с государственным образованием тоже случаются очень сложные вещи. То есть оно или вообще не получается, или оно получается, но потом забывается. И вот эта вот естественная волна вдохновения и ответственности, она приводит к очень интересным вещам. Она приводит в первую очередь к полному обновлению художественного языка. Эти люди, они свои идеи, вот свое четкое ощущение, что надо поправить, они как такие, знаете, как это, волк-санитар леса, вот авангардисты в некотором смысле то же самое. То есть они видят все, что протухло в культуре, все, что на государство и на народ, и на нас с вами, больше не работает. И вот всю эту тухлятину они откидывают, говоря, что они откидывают это чистотой своего сердца. И что сейчас вот они расскажут, как надо. И самое удивительное, что общество всегда соглашается. Единственное, что общество совсем не всегда соглашается очень быстро. И судьба авангардистов оказывается иногда трагична. Но в случае с великим русским авангардом, когда история происходила, значит, началась там в конце 19 века и длилась и к рассвету своему, пришла к тем временам, когда там Первая мировая война, потом Октябрьская революция гигантская, значит, огромная русская страна стала из империи, какой-то советской страной, что это такое. Никто в мире вообще не знал, что это за страна такая, может быть, какая-то советская. Вот. То там оказалось так, что художники и общество, за которое они переживают и с которым они живут вместе, вот оказались в единой точке времени собраны. И друг друга очень хорошо понимали, и поэтому многое было сделано вместе. Вот. Но поскольку это авангардисты, люди, как правило, говорящие на своих собственных языках, то интересное свойство искусства авангарда состоит в том, что его языки довольно простые. в них нету вот этого трудолюбивого рабства, ученичества 15 лет, какого-то страха, что мы нарисуем ухо не на том месте, или глазик там неправильно посажен в череп. Авангардисты берут огромную кисточку, и этой огромной кисточкой они просто как... как будто они кидают молот или ядро. Они накидываются с краской на поверхности и изображают там идеи, которые надо срочно донести. И не возникает никаких вопросов, там ухо или не там, куда попал глаз, это неважно. Главное, что глаз есть. Если он все еще нужен. Но, вспоминая наш черный квадрат, мы понимаем, что в какой-то момент у нас не будет даже ни ушей, ни глаз, вообще ничего, все будет сметено, останется один черный квадрат. И вот эта вот смесь радости с ответственностью оказывается, что в определенный момент общество, оно просто необходимо. И одним из самых таких первых, наверное, событий, которые можно считать... На самом деле, конечно, когда начинаешь искать, какое событие было первым, тут же начинаешь проваливаться, как Алиса, в кроличью нору. А там банки, сваения, ой, все пустые карты. Ну вот, наверное, одно из самых таких знаменитых событий, которые до сих пор все помнят, везде изучают, и там все вольнодумцы все равно к этому событию возвращаются. Это в несколько лет, в 2000, извините, в 1906, 7, 8, 9, 10 в Париже частный русский театр под руководством продюсера Сергея, ну, как бы мы сейчас сказали, продюсера, а тогда говорили интерпренера, Сергея Дягилева, привез в Париж балеты и оперы с совершенно новой музыкой, совершенно новой пластикой, в абсолютно новых костюмах, с абсолютно новыми декорациями. Причем в России это как бы уже все было, но на мировую культуру как-то не влияло. А вот когда они все собрались, довольно большой толпой, и поехали в Париж, ну, а куда еще ехать? Собственно, там, к тому времени, последние полвека, наверное, Париж был самым любимым, ну, вообще, зачем полвека? Уже почти сто лет, с тех пор, как наполеоновские все эти войны закончились тем, что русские взяли Париж, Париж был самым любимым местом. И каким-то таким вот, вот где нам было хорошо? В Париже. Куда мы поедем взвоевать мир? В Париж. С одной стороны. А с другой стороны, в Париже русские-то после наполеоновских войн ушли, но там осталась какая-то любовь к русским, к каким-то этим казакам, которые в каких-то шапках, на каких-то лошадях, они что-то говорят непонятное, но они такие роскошные, в таких усах, и они такие мощные. И сто лет, оказывается, для таких воспоминаний вообще ничего. И вот почти сто лет спустя появляются русские, ну, уже без лошадей, без шапок, в общем-то, даже без усов. Но в каком-то все равно но получается, что русские появляются все равно в форме эдакого великолепия, совершенно экзотического. А Париж любит все экзотическое, и Париж хотел любить русских, только они что-то не появлялись. И тут они наконец-то пришли обратно, эти милые, замечательные, дикие русские, которые говорят на своем совершенно непонятном языке. И Дягилев ему пришлось, на самом деле, несколько лет перед устроительством этих гастролей, все было сложно, он много лет ездил в Париж, наводил там связи, дружился с прессой, искал помещения, вообще узнавал, как устроен город. Даже журнал, который они издавали по искусству, на русском языке, первый журнал по искусству, он был напечатан шерифтами, русскими шерифтами, украденными в Париже. То есть вот этот вот Париж, он просто, без него никуда было. Вот они сняли помещение в самом центре Парижа, но денег был маловат. Какие-то лавки с занозами, но они покрыли их бархатом. Почему я сейчас упоминаю про лавки с занозами и говорю, где находилось помещение? Потому что это... Это очень важно. Потому что вообще театр, он же был такой императорский театр, во всех странах Европы. То есть это были очень-очень большие, очень золотые, но они и есть, дворцы, в которых что-то происходило. Потом постепенно, в XIX как раз веке, начали появляться театры не императорские, не государственные, какие-то частные. И вот они уже не могли себе позволить золотые дворцы ни в коем случае. Зато они позволяли себе вот это вольнодумство. Они позволяли себе ставить... Давайте, что же мы поставим? Давайте поставим Шекспира, но мы поставим его по-новому. Ну, конечно, вместо золота у нас будет черный бархат везде. Ну, ничего публика стерпит. Главное, чтобы это все находилось в центре города. Все равно потому, что, значит, шаговый доступ. Вот Дягилев хорошо понят всю эту систему. Потому что он, на самом деле, в театр же попал через императорские театры, российские. То есть он вот эти вот золотые дворцы, он все видел, его это вообще не восхищало. Он знал, что главное в искусстве, главное на сцене. И что они привезли? Они привезли вот эту вот дичь невероятную, восхитительную, взрывающую глаза и мозг, отрывающую уши музыку, просто сметающие все понятия там о том, как можно и как нельзя костюмы и декорации. Великолепные. И в этом была особенная русскость, на самом деле. Потому что именно Дягилевская труппа сообразила. Потому что в России, на самом деле, мы, конечно, тут страна эволюции и всякое такое. Но вообще-то говоря, мы, конечно, великая роскошная империя с кучей дворцов. Хотите южных, хотите северных, хотите западных, хотите восточных. Любых. Мы вообще специалисты по дворцам. И Дягилев и его друзья-художники, там Бенуа, Лансере, Багст, они были убеждены в том, что вот с этой вот прекрасной роскошью дворцов с ней не надо расставаться. Там, может быть, какие-то, не знаю, неприятные цари, которые кого-то угнетают, или очень нехорошие, злые буржуа, которые недоплачивают зарплату. Это все очень неприятно, это плохо, с этим можно бороться. Но не надо бороться со своим окружением. Почему? Мы можем платить хорошие зарплаты и при этом никого не обижать, но при этом сидеть с айди бархатных портьер и в золотых таких ложах, это будет нормально. И мы этого хотим. И мы совершенно не будем угнетателями от того, что мы вот в этой красоте засядем. И, соответственно, дягилевские эти спектакли, они таким образом были устроены. То есть художники, Бенуа рисовали эти декорации, в основном Бенуа, но там еще был Лансере и Добужинский. И они вот нарисовали, ну вот, ну прямо, ну самую... Кстати, такие занавесы. Некоторые из этих занавесов до сих пор, по-моему, в «Опера де Паре», кажется, русскими нарисованы занавесы, еще довольно много. Это максимум роскоши, византийской, странной, русской, богатой. И под этими занавесами открываются сады с фонтанами, розами, павлинами. И выходят тонкие, нежные, фарфоровые балерины, одетые почти ни во что. Их вообще не видно. Они такие прозрачные. И только какая-то вот, как хвост у лебедя, такая какая-то юбочка вокруг болтается. И выходят балеруны, которые почему-то скачут и летают. Они же... Деглевский балет, они переделали все, движение они переделали тоже. Эти балеруны, они бегают вокруг этих балерин, машут ногами, руками. Но на них практически ничего не надето. Это такие тела... На самом деле это было покрыто тайко, и на тайко были всякие нарисованы узоры. Но никаких конзолов, шпаг, шляп, плащей. То есть это какие-то эльфийские сущности прилетели. И невероятно... Великолепная музыка. То есть она какая? Она, конечно, была упрощенная по сравнению с музыкой классической, но она была великолепна по звуку тоже. Просто мириады звуков. А теперь представьте, куда они все это привезли. Они это привезли в страну, которая за предыдущие сто лет пережила пять революций, которая ненавидела все это царское, буржуазное, богатое, красивое. Им просто это было все отвратительно. Они все упрощали. У них там был в Париже какой-то экзистенциализм. Они были на самом деле за выходные, за пляжи, за купальники, за усы и шляпки, и за сосиски с пивом. И вдруг вот это вот обрушивается из России, как будто какой-то огромный такой ящик Пандоры открыли. Только оттуда не черти посыпались, а тут посыпались сокровища мировые. И оказалось, что вот этот Париж, который так любил о революции, так любил, значит, упорядоченный рабочий день и выходные на пруду в купальниках, оказалось, что он просто истрадался по этой роскоши. И Париж сошел с ума буквально в неделю. Они все заорали, русские, русские, мы хотим только русских, мы любим только русских. И если бы они могли сожрать всех, значит, артистов, художников, музыкантов русского балета, съели бы. Но, слава богу, все-таки культура, так нельзя. Соответственно, не съели, но носили на руках, поливали шампанским, засыпали договорами. Леон Бакст, художник, которого в России вообще звали Лев Бакст. Но когда он попал в Париж, прямо в первый же год дягилевских сезонов, он был автором костюмов, в том числе костюмов к балету Шахерезада. И сейчас это довольно известное изображение. Тогда это было что-то такое, как будто прилетели инопланетяне. Что сделал Бакст? На самом деле он взял восточный костюм, шаровары шелковые, маленькие золотые топики, которые в бальных костюмах называются балеро. И он вспомнил из индийской какой-то, что на головах должна быть челма, и что все это должно быть украшено какими-то бриллиантами, изумрудами, перьями. То есть тело очень обнаженное, при этом на нем надеты очень экзотические всякие штуковины, и все очень золотое. В чем был фокус? Дягилевская труппа и художники, которые работали с Дягилевым, они, конечно, у них не было таких денег, чтобы создавать в натуральных материалах всю вот эту вот роскошь, которая там еще 200 лет спустя в театре на самом деле все покупалось по-настоящему. Все эти бархаты, бриллианты, изумруды, поэтому это стоило просто, государство изнывало. Примерно как сейчас. Говорила, слушайте, театр, вы нам слишком дорого стоите, ну, придумайте какие-нибудь постановки, где будут зайчики, ну, что-нибудь, что не стоит так дорого, как бриллианты. Вот. И о художнике Дягилевской труппы, они придумали, что на самом деле все можно нарисовать. В чем вообще проблема? Зачем нам бархат? Мы возьмем обыкновенный хлопок и нарисуем на нем бархат. Зачем нам шелк? Мы возьмем хлопок потоньше, нарисуем на нем шелк. Бриллианты, что за проблема? Мы берем стекла, подкладываем под них зеленый кусочек фольги, покрашивайте зеленой краской. Вот вам и барриллиант. Что, не нравится? А из зрительного зала очень даже нравится. Из зрительного зала абсолютно не видно, где у тебя настоящий барриллиант, где ненастоящий. Ненастоящий даже лучше, потому что он больше, как минимум. И вообще хорошо блестит. И вот эти, значит, стекляшки с этими вот этими вот фольгой покрашенной и с этими шнурочками покрашенными желтой красочкой, потому что, оказывается, если взять обыкновенную веревочку и покрасить ее желтой красочкой и коричневой, то издалека она будет выглядеть как золотой жгут. И если взять гусиное перо и так его слегка постыть, и растрепать, то вполне сойдет за страусиное. Вообще не проблема. И на самом деле, рассказывая все это, я понимаю, что, конечно, не совсем из головы они это все придумали. И вообще странная, интересная штука, что это придумали именно русские, потому что вообще цыгане живут во всех странах. Ну уж Европа, как минимум. Но русские очень любили своих цыган. Мы это знаем. Там цыгане, медведи, давайте песни, гитары. А вот способ делать всякие там колье из драгоценных камней при помощи стекляшечек и блескучечек, это цыганский способ. Это нормальный цыганский способ. И вот это вот все развивающееся. То есть на самом деле художники люди веселые везде. И лучше всего мир знает, конечно, как художники, международная вообще когорта художников, все выпивали в Париже на Монмарте. И какие они устраивали пиры, и как они собирали всех вообще из железнодорожников, и прачек, и всех, кто вокруг жил, всех, значит, включали в свои художественные пиры. Говорили, что ребята, ну давайте, вот, вино, хлеб, сейчас вот танцы, все будет хорошо. Вот. А в России тут, в столицах, во всяком случае, художники, так же, как и, например, купцы или какие-то серьезные люди, они любили гулять с цыганами. И вот этот вот пир, соответственно, он был такой более экзотичный какой-то. И вот это вот ощущение вот этого экзотичного пира, и вот эти летучие цыганские юбки. В общем, Бакст это все взял и смешал с эстетикой тысячи одной, ну, Шахерезада, да, восточный эстетик, то есть тюрба. То есть костюм в результате был такой маленькой золотой масочкой на огромном, роскошном, пышащем жаром теле, какой-то такой изначальной любви. Он даже шерсть нарисовал танцовщицам в подмышках, чтобы было понятно, какие они дикие и мохнатые, и как они пышут страстью, потому что на самом деле Европа уж, конечно, загибалась, уже все более-менее забыли, как друг друга любить, и что вообще могут быть какие-то чистые чувства, спокойные. И тут вот им это привозят, эти подмышки, эти пупки, эти какие-то брови. Париж влюбился абсолютно, и все красотки тут же переоделись в прозрачные шаровары, вошли в моду, эти золотые тюрбаны. Причем это произошло буквально за неделю, но это продолжалось потом десятилетиями. То есть если посмотреть на голливудскую моду 30-х годов уже, то есть опять 30 лет спустя, то мы там увидим все эти маленькие топы, эти прозрачные шаровары, эти золотые тюрбаны. И на этом дело не остановилось, потому что все-таки Париж – это Париж. Конечно, приехали русские отлично, но вообще-то там было своих полно. Вся самая роскошная молодежь европейская вся была в Париже. И вообще-то у них были точно такие же идеи, что искусство протухло, завяло, оглохло, ослепло и не может вообще и крылом махнуть, потому что забыла, и что надо бы как-то это все по-новому. И у всех было вот это ощущение, что сейчас они заговорят по-новому. Они уже говорили по-новому. Их не очень было слышно. Они сидели там где-то у себя на этом Монмарте, который далеко не в центре Парижа находится, и что-то там какие-то художественные эксперименты делали. Их, конечно, поддерживали там друзья. Американцы было, знаете, как русскую оперу в России. Не слышали ни императорскую, вот Дягилева с его балетной. Так и в Париже этих всех тоже не очень было слышно. Но из-за того, что Дягилев там застрял, из-за всеобщей любви, то вот тут эти электроды, они как бы соединились. И удивительная история состоит в том, что на самом деле, например, Пабло Пикассо, который сейчас у нас, ну, черный квадрат Малевича, может, значит, упомянули, но, в принципе, кто у нас еще более знаменитый, чем черный квадрат Малевич? У нас знаменитый, конечно, художник Пикассо, или Пикассо, как его зовут в России. Пикассо. Так этот самый Пикассо, он стал всемирно знаменит, благодаря тому, что однажды Дягилев позвал его художником в свой балет. И когда он сделал костюмы к балету и декорации, это было уже не в Париже, это было в Милане. Это было 20 лет спустя. Все уже стали такими, повзросли слегка. Но они знали, что они умеют взрывать ситуацию, они умеют дарить сказку, в которую верят сразу все, и все влюбляются. И они совершенно не собирались одни и те же свои сказки рассказывать сто раз. Они уже в России-то лет 20 не были к тому моменту. И они придумали новую сказку механическую, они предвидели эту эру роботов. И вот Пикассо надо было создать костюмы роботов. И там была специальная музыка, но про музыкальный авангард не я рассказываю, ну, в общем, печатная машинка вместо пианино, например. И это уже был Милан, а не Париж. Надо ли говорить, что произошел катастрофический провал. Чудовищный. Причем начался с того, что на этот раз с дешевизной интерьеров немножко ошиблись, и лавки с этими неструганными досками, которые они обычно делали, они оказались гнилыми. И когда весь Милан пришел смотреть этот балет, все провалились сквозь эти лавки. И были страшно возмущены, потому что миланская публика, она такая, это же... Никакие там парижане, которые все время революции делают. Миланские люди живут в Милане для того, чтобы вообще ходить в ласкал. И да, они готовы сидеть на неструганных досках, но чтобы им спеяли или станцевали. А тут они проваливаются. Прямо вначале еще ничего не произошло на сцене, а они уже все, шоу на самом деле, потом все современное искусство, может быть, на этом эффекте и было построено. Но, тем не менее, спектакль начался, и вышли на сцену такие... Знаете, даже если бы они сейчас вышли на сцену, все равно все испугались. Были такие трубы белые, и они так вот шевелились страшно. И скрежетали. И как потом бывало уже в советские времена с художниками-авангардистами, в общем, спектакль даже не доиграли до конца. Пришла полиция, все запретило, всех разогнали, и там те, кто пострадал, увезла скорая помощь. И об этом написали все газеты Европы, все просто, уже существовало, по-моему, радио, телеграф, в общем, все самые новые достижения человечества, которые были, оказалось, пригодились не для того, чтобы сообщить, что кончилась война или началась война, а для того, чтобы сообщить, что Милане провалился, балет Тягилева с художником в виде Пикассо. И это их опять сделало знаменитыми. И это опять их сделало богатыми. И это опять их сделало просто совершенно обожаемыми. И вообще всех страшно развеселило. И этот поучительный момент, за что мы еще любим авангард, не только за то, что он такой страшно веселый и неожиданный, а еще за то, что на всех этих историях можно бесконечно учиться. Вот теперь молодые люди, люди разных, любых вообще возрастов, идут в художники. Вот мы пойдем в художники, и наши произведения когда-нибудь будут стоить миллионы. Сейчас вот мы прочтем всю философию, мы послушаем все вебинары, мы будем делать странное искусство из странных предметов, и когда-нибудь станем миллионерами. Все в это искренне верят. Это какая-то такая новая, если была когда-то американская мечта, что можно из девочки на бензоколонке стать женой-миллионером, то это какая-то такая всемирная новая мечта, что можно стать художником, и это способ стать миллионером. Не учитывают только одного, и причем обычно это всегда... Зачем же раскрывать все тайны? Обычно не рассказывают того, что вот Пикассо, например, стал миллионером, после этого провала в Милане. То есть он, конечно, был художником прекрасным, Пикассо, но именно выступив на поле соседнего искусства, театрального, и выступив таким странным образом, он вытянул свой счастливый ЛТАИ на билет. Вот. Так что, если смеетесь быть миллионерами в художественном мире, смотрите шире, заглядывайте и в кино, и в театр. Это будет полезно. Вот это наша первая лекция о великом русском авангарде. Теперь мы знаем, с чего и как вообще все началось. И в следующей лекции посмотрим более внимательно. Всем привет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok